Владимир Пятибрат. Глубинная книга. Что такое истина? Это магическая игла с нитью логики, которая сшивает разрозненные лоскуты бытия в нашем сознании, навсегда спасая от рабства, смерти и безумия. Первая часть. Пленники судьбы. Заводная планета или жизнь хуже смерти. Это книга о моей борьбе с судьбой, за волю и бессмертие. Она о моем поиске счастья, корней справедливости и истины. Моей жизнью управляет судьба. Она направляет большую часть моих поступков. Она мешает мне в моем поиске. Впрочем, подобным безволием болеют еще пять миллиардов людей, живущих со мной по соседству. Только я, в отличие от большинства моих соплеменников, хочу положить конец диктатуре судьбы. Хочу стать вольным человеком. Я хочу сам решать, сколько мне жить, чем заниматься и куда идти. Большую часть предлагаемой истории я написал после того, как прожил на моей родной планете 34 года. Многие жители называют эту планету Тера. Так мой мир называю и я. До письменного изложения этого произведения большая часть предлагаемых знаний и событий уже существовали. Это часть моей жизни. Книга как явление жила и развивалась много лет. Только в устной форме. Она была сказкой. Сказка от слова «сказывать», «говорить», «не путать с понятием небылица». В периоды темных веков сказания были единственным способом передачи информации на расстояние, годы и века. За знание древней грамоты человек, не облеченный властью, как правило, расплачивался жизнью. Предлагаемая письменная работа – литературное изложение моих исследований во всех областях человеческих знаний, доступных для моего понимания и необходимых для достижения цели моей жизни. После многих лет поисков и исследований мне практически удалось закончить большую часть работы над книгой. Я создал структуру, каркас своего будущего произведения. Приближался очередной новогодний праздник. Планета почти закончила свой очередной виток вокруг Солнца. Все жили предпраздничными настроениями, а я уже полным ходом работал над оснащением книги. Вставлял в нее различные факты, пояснительные иллюстрации, в общем, работал много. Я даже начал ее подготавливать к официальной публикации. В первом, сигнальном варианте. Хотя я и не верил в то, что она пройдет цензуру. Ведь подобная литература на Терри, как в недавнем прошлом, так и сейчас, была, мягко сказать, запрещенной. По всем категориям. Но не попытаться поделиться своими знаниями и опытом с другими людьми я чисто по-человечески не мог. Но моим планам на ближайшее будущее было не суждено осуществиться. Однажды в пятницу со мной произошел абсолютно невероятный случай, который изменил мою жизнь навсегда. О подобных вещах я только читал в фантастических историях и видел в кино. Но, как потом выяснилось, я попал на другую планету, о существовании которой даже не подозревал. Нет, я не стал космонавтом и не потерпел аварии у незнакомой звезды. Я попал в чудесную историю, читателями и участниками которой предлагаю стать и вам. По пути в городскую редакцию я стал разыскивать дом приятеля, у которого раньше никогда не был в гостях. По его запутанному описанию я с трудом нашел похожее строение и вошел в старую железную дверь, держа распечатанный вариант своей книги в руке, как счастливый билет. Вдруг я почувствовал, как свет жизни и чувства на секунду померкли во мне, и яркая голубая вспышка ослепила меня изнутри. Но я не придал этому чуду большого значения. Когда я вышел обратно из пустого дома со следами недавнего ремонта, то сразу не смог понять, что же со мной произошло, ведь все вокруг меня стало не так. Я вдруг увидел окружающий мир необыкновенно объемным и цветным. Все вокруг стало загадочным, оставаясь знакомым одновременно. На улице я заметил, что проходящие мимо меня знакомые и приятели не реагируют на меня. По их поведению было нетрудно догадаться, что они вовсе меня не знают. Посмотрев ближайшую витрину, я не заметил в своем облике никаких разительных перемен, но теперь даже замеченные на набережной родственники были ко мне безучастны и холодны, хотя я нарочито близко к ним подошел. Имея опыт паранормальных происшествий, я старался держать себя в руках и даже не пытался публично выяснять отношения, а просто ушел. Уже в который раз в жизни я принял правила неведомой мне игры, но, сохраняя хладнокровие, не бросился в нее с головой. Под конец дня я сделал для себя еще одно неприятное открытие. В моей квартире жили совсем чужие мне люди. Сначала я подумал, что ошибся дверью, но все оказалось куда серьезней. Первый раз в жизни я серьезно засомневался в своей психике, но не прекращал анализировать различные факты, нахлынувшие на меня со всех сторон. Я упорно искал разумного объяснения происходящим событиям. Вера в себя не оставила меня. Через пару дней, ночуя в ближайшем лесу, я наконец понял, что дело не во мне, а в окружающем меня пространстве. То, что я оказался на другой планете, мне стало понятно далеко не сразу. Прежде я пережил немало потрясений, хотя был готов к любым неожиданностям и поворотам судьбы. Сначала я подумал, что судьба вновь взялась за меня, нашла во мне нужные веревочки и пытается окончательно доломать мою душу. Но вскоре я достаточно отчетливо начал понимать, несмотря на абсурдность своих выводов, что нахожусь вовсе не на своей планете. Опыт из фантастических книг и киношних переживаний о параллельных мирах и телепортации вдруг оказался востребован. И на эту спасительную нить мой мозг стал нанизывать собираемые факты и ощущения. Накапливающаяся информация стала укладываться в моей голове. И я увидел, что передо мной простирается совсем другой, просто очень похожий на Теру мир. Немного успокоившись, я заметил, что чужой мир оценивает меня, но явно как инородное тело. Большой и могучий, неведомый и в то же время знакомый, он сразу отвлекся от постоянных забот, как человек, которому попала в глаз мушка. Но планетарная система управления быстро стабилизировалась и начала деловито со мной следить. Планета, система контроля, наблюдала за мной тысячами глаз. Она стала слушать мой голос, пыталась проникнуть в мои мысли. Собаки, птицы, кошки и люди, по-свойски обмениваясь только им понятными знаками, подмигивали, виляли, чем могли. Они все останавливались, оборачивались, провожали меня долгим, изучающим взглядом. Я быстро понял, что здешний мир тоже не свободен и управляется глобальной системой, которая аналогична системе глобального управления Терры. Пчелы и стрекозы, зависая прямо перед моим лицом, старались через глаза заглянуть мне в душу. Биосфера, посылающая летающих тварей, хотела знать, кто я, откуда пришел, почему моя психика и физиология плохо реагируют на ее команды. Здешняя судьба пыталась взять на анализ мою ДНК, кровь. Она хотела внедрить в мое тело легионы различных вирусов с помощью летающих шприцев, комаров. У меня было постоянное ощущение, что я голый или нахожусь на предметном столе микроскопа. «Брат, если ты живой, и тебе вдруг начинает казаться, что все за тобой начинают следить, не торопись идти к психиатру. Там, в его кабинете, уже будет поздно анализировать себя». Психиатр, сверкая лунной улыбкой при помощи блестящего молоточка, словно фокусник, убедит тебя, что ты сходишь с ума. Прежде чем отдаться в руки жреца судьбы, подумай, что ты сделал хорошего или запрещенного, а может, только хочешь сделать. Может, ты, брат, выбиваешься из толпы, ищешь истины или своевольничаешь. Просто ты чем-то привлек к себе внимание и за тобой наблюдает судьба. А у нее много глаз. Видишь, полетела ворона. Нет, ты видел, как она на тебя посмотрела. Прям как следователь по особо важным делам. Но не бойся взгляда судьбы. Я рядом и смогу тебе помочь. Земля очень похожа на мир, в котором я родился и вырос. Но множество различий и мелких деталей не давали мне расслабиться ни на минуту. Название планеты я выяснил позже. Конечно, я не стал обращаться с таким деликатным вопросом к первому встречному. Стараясь быть осторожней в общении с окружающими, и чтобы не привлекать к себе внимание хотя бы людей, я ушел на окраину города. Здесь я вскоре нашел временную работу сторожа с жильем. Создатель не оставил меня без помощи. Я стал охранять заброшенную строительную площадку вместо старика, с которым разговаривался и познакомился в продуктовом магазине, здесь, неподалеку. Я рассказал ему, что бежал из Таджикистана от нацистов, войны и голода, что у меня нет никаких документов. Федор Владимирович, так звали старика, предложил мне поработать вместо него за жилье в вагончике и еду, пока я не найду себе другое место. Я был несказанно рад предложению старого черкеса, который прошел всю войну до самого Берлина и не понаслышке знал, что такое нацизм и война. Мне было немного не по себе, ведь я обманул замечательного человека, но сказать правду я не мог. А положение мое было таким, что мне бы не позавидовал и беженец из горячей точки. Я замечательно устроился. Сменщиков у меня не было, поэтому мне никто не мешал вживаться в окружающее пространство. Шок от пережитого мной прошел, я постепенно успокоился, справившись со своими эмоциями, стал тщательно сравнивать новый мир со своей планетой, расставляя в голове все по своим местам. Я вновь обрел уверенность в себе и окончательно разобрался в сути происшествия, невольным участником которого стал. Читая старые и свежие газеты, слушая радио Федора Владимировича, я понял, что книга, которую я написал о своем мире, и здесь, на земле, будет кому-то нужна. И моя борьба с судьбой продолжится. Видимо, так сложились обстоятельства во Вселенной, раз создатель именно так распорядился моей жизнью. Похоже, он прочитал мою работу еще в моих мыслях и поставил мне такую оценку. Отправил в бессрочную командировку. Я рад, что получил эту роль, считая, что мне выпал счастливый билет в мир приключений и самых невероятных откровений, которые в состоянии познать человека. Признаюсь, что я никак не ожидал перемен в своей жизни таким способом, хотя в отсутствии фантазии никто из друзей и родичей не смог бы меня упрекнуть. Я вернул себе внутренний покой, но система, в которую я попал, с трудом переносит мое присутствие. Я до сих пор чувствую, как от меня, словно от птицы, упавшей в спокойную водную гладь окружающего пространства, идут круги, нарушая стабильность местной реальности. Я невольно попал в мир, который меня опасался. Не мудрено ведь я узнал многие его тайны, хотя разгадывал их совсем в другом мире. За счет различных несовпадений реальностей и подобия этих двух миров я получил много преимуществ в борьбе с судьбой. Ведь под моим недоверчивым взглядом здешняя реальность расслаивалась, обнажая свою тайную и нелогичную для настоящего мира конструкцию. Как вы уже поняли, почти вся история, рассказанная в этой сказке, происходит в далекой галактике, о которой вы ничего не слышали, в параллельном мире, похожем на земной, на планете Тера. Люди в наших мирах очень похожи. Большинство просто двойники с подобным способом мышления и мировоззрения. Разница только в том, что большинство людей, живущих на Тере, многое понимает из происходящего на планете, в отличие от большинства землян. Прогрессивно настроенная часть жителей Теры знает, что зло – это смерть и вырождение, а также силы, стоящие за этой работой, а добро – это жизнь и развитие. И в первую очередь те, кто помогает идти этой невероятно трудной дорогой. Правда, понимание этого немного пока дает Террианам. Это очевидный факт. Наша планета тысячи лет находится в плену у лунной радуги. Или проще – луны. Это огромный корабль планетарных размеров, искусственный спутник нашей планеты. В этом корабле наши предки прибыли из глубин космоса и создали этот мир-полигон с управляемой биосферой и климатом. Но луна была сильно повреждена во время дуэли с кораблем, которым управляли враги человеческого рода, так называемые серые. Это раидная раса существ. И луна оказалась прикованной к этой планете навсегда вместе со всем экипажем. Корпус поврежденной луны засыпали защитным грунтом, завезенным с Терры. Его в изобилии получали с большой глубины при строительстве подземных сооружений под Арктидой, ныне Антарктидой. Затем генетическая катастрофа, болезни и войны, вызванные действиями внешнего противника, разделили наших предков на небожителей и обитателей планеты. Троица предателей марионеток, захватившая власть на Луне при помощи вирусного оружия и биотехнологий, сделала остальных братьев безвольными участниками многотысячелетнего кошмара. Так жители Верхнего Лунного Мира, предав своих братьев, стали на сторону враждебной цивилизации Раидов, с которой человеческий род боролся за свою душу и волю на просторах галактик с незапамятных времен. Против населения Теры небожители применяли оружие массового поражения, в первую очередь генетическое. Небеса придумывали разные способы доставки заразы в биосферу планеты и в тела колонистов, не желающих признать власть Луны над собой. Различные микробы и вирусы, изготовленные на Луне, постепенно ломали человеческую суть, уничтожали душу. Вскоре все население планеты было заражено микро-роботами. Человеки постепенно теряли волю, утрачивая контроль над своим телом. Жители Луны в каком-то безумном танце, похожем на танго, смерти, вели под лунный мир и саму Луну к гибели. Видимо, так решили серые кардиналы всемогущих богов Раиды. Казалось, еще немного, и все погибнет, но на Луне произошло восстание, которое изменило все устройство обеих миров и на века дало терянским колонистам передышку в бесконечной братоубийственной войне. Одна треть восставших братьев, сошедших на растерзанную луной планету, создали справедливый и могучий мир. Но вскоре селениты и их хозяева хитростью и подлостью сумели вновь победить Теру и установить свою власть. Кто возглавил восстание и как враги рода сумели вновь победить Терян, я расскажу подробно в своей сказке, но немного позже. А сейчас я хочу в общих чертах ознакомить вас с ситуацией на своей планете, возникшей после того, как боги Луны вновь обрели власть над жизнью колонистов и оккупировали планету. Пандемия смерти и безумие, вызванное военными действиями высоких властей, вновь охватило весь мир. В сознании жителей Теры лунатики при помощи судьбы создали искусственную реальность на тысячи планетарных лет. Эта в кавычках реальность явилась перед жителями планеты уже с невидимым и тайным лунным правительством. Мои предки стали жить в мире, где царит произвол судьбы, где никуда не скрыться и никуда не убежать. С этого момента бог Луны, главарь предателей, почти все видит и слышит. Он копошится в наших головах. Он хозяин наших жизней. Новая реальность предстала нашему взору с микроорганизмами, симбиотами и паразитами в наших телах. Она явилась нам с целым миром микробов в окружающем пространстве как неизбежное нормальное явление. Болезни и скорая смерть от старения в кавычках, деградации клеток от паразитарной депрессии и вирусного внедрения в генетический аппарат стала считаться логическим завершением жизни. Биологическое бессмертие как явление и вовсе было официально запрещено на тысячи лет религиозными и научными догматами, созданными силой Луны. Сами же бессмертные представители человечества были практически полностью истреблены или сброшены в подземный мир. Хочу развеять ваши заблуждения по поводу бессмертных организмов. Это не когда их убили, а они потом убежали. Не без этого, конечно. Бессмертные это те, кто не умирают от официально разрешенной старости в лапах судьбы и имеют плазменную душу-рубашку. Добавлю еще, бессмертие величина непостоянная, его можно легко утратить, осквернившись и сгорая в огне мутаций, но можно и вернуть ценой невероятных усилий, очистившись от скверны заражения. Чтобы вернуть свою душу электроплазменную оболочку, надо хоть немного ослабить виртуальный контроль судьбы над собой, сделать непростой выбор и осознать задачи, которые нужно решить на этом пути. Сделать это невероятно трудно, ведь за беспокойными и ищущими душами следят, их направляют, создают для них ловушки сознания, поят молочным ядом дезинформации. одержимые судьбой врачи и ученые с детства вбивают в голову каждому жителю планеты, что микророботы исключительно природные явления. Впрочем, корифеи сами свято верят в то, о чем говорят. Позднее, под конец 20 века, в 1989 некоторые ученые Теры, такие как Скулачев и другие, выступали с интересными результатами своих исследований. Вот некоторые факты и выводы ученых. Движение бактерий есть результат вращения жгутика посредством миниатюрного электродвигателя, сделанного из нескольких молекул белка. Эти молекулы образуют базальное тело с подвижно закрепленным жгутиком движителем. Ротор мотора приводится в движение потоком ионов H+, или натрий-плюс из окружающей среды снаружи внутрь бактериальной клетки. Напряженность электрического поля в двигателе как оказалось достигает 200 кВт на сантиметр. В своих работах ученые демонстрировали микрофотографии и схематичные чертежи наномоторов различных бактерий. Цветная схема из Соросовского журнала. Затем в прессе демонстрировались и фотографии бактерий, оснащенных электродвигателями с трехлопастными винтами и шарикоподшипниками на грибном валу. Но ученые и читатели лишь ахали и восхищались этим поразительным явлением природы. Их научная мысль была не в силах вырваться за барьер судьбы. К сожалению, я где-то потерял этот снимок из газеты. Может, кто-нибудь мне его пришлет? А на самом деле в оскверненном зараженном мире все управлялось извне, через неисчислимые легионы микромашин, вживленные в биосферу. Это внедрение дало возможность обеспечить тотальный контроль над урожайностью через заразу, живущую в почве и растениях. Управление климатом при помощи летающих типов микробов также стало реальным инструментом власти над миром в руках небожителей. Так, при помощи кнута и пряника вездесущей судьбы боги строили свой мир, мир нечеловеческих, хищнических отношений. Теперь в убогом мире Теры в беспамятстве живут и умирают миллиарды живых существ, одержимых микроорганизмами. Живые души борются с неотвратимой смертью в системе тотального дефицита энергии и ресурсов. Они вынуждены поедать друг друга под диктатом злодейки судьбы. Мир в головах людей стал загадочным и практически непознаваемым. Потеря родовой памяти и утрата способности понимать друг друга приводила к бесконечным конфликтам. Судьба, ставшая хозяйкой наших чувств, сталкивала нас лбами насмерть. Начавшиеся братоубийственные кровавые войны, вызываемые действиями Луны, превратили планету в братскую могилу. С жизнью без надежды на спасение в мир без альтернативы. Ныне невидимые и непознаваемые небожители шутники внушают туземцам, буквально живущим на этой земле, мол, военные конфликты начинаются по вполне объективным причинам. И вассалы Луны верят в то, что сами выдумали войны для достижения своих политических целей. Несмотря на эту ситуацию, все же больше половины жителей Тыры подозревают о своей неволе как о болезни, чувствуют скрытую и неотвратимую власть небес. Вопреки действиям тайной администрации Луны, даже большинство стоящих власти политиков и ученых по оценкам психиатров планеты догадываются, что они больны властью и управляемы судьбой. Они подозревают, что именно через них темные силы ведут к погибели весь мир. Правда, многие колонисты планеты смеются, считая всю информацию на подобную тему бредовыми выдумками. Они не верят в судьбу и считают, что именно они управляют своей жизнью. Особенно ярых кузнечиков своего счастья у нас называют прыгунами. Они произвольно подпрыгивают, чтобы доказать свою свободу воли. Многие люди в конце дня перед тем, как впасть в регулярное оцепенение, сон, гипноз, посылаемые судьбой, даже на мгновение приходят в себя и решают с завтрашнего дня начать новую жизнь и бороться за свою свободу, но утро вечера мудренее. Так говорят лунные инженеры забвения, специалисты по снам и социальному поведению. И люди, забываясь каждую ночь, утром вновь продолжают влачить убогую жизнь дальше до самой смерти, а ее точно по расписанию пришлет судьба. Во время сна электрическая активность организма падает. Реальный опыт, накопленный за день, подменяется виртуальным псевдоопытом. Во время сна в организме формирует современной отсчет, жестко привязанный к суточному ритму. Во время сна беззащитный организм теряет миллионы клеток. Ваше сердце, сосуды и другие органы нагло жуют микроскопические монстры. Во сне люди стареют и готовятся к смерти. Многие не просыпаются вовсе. За последние три тысячи лет лишь у немногих жителей планеты хватило знаний и силы воли для серьезного изменения своей судьбы, индивидуальной программы жизни, и нарушения запрограммированы судьбой обмена веществ. Такие случаи выхода из-под контроля были крайне редки, лишь в виде исключения, но и эти беглецы недолго испытывали судьбу. Обычно бежавшие умники не успевали поделиться с окружающими своими знаниями. Органы контроля Луны работали четко. Луна, зная о возможности появления информации, похожей на эту, тысячелетия держит огромный штат философов, экстрасенсов, сценаристов, ученых, писателей и прочих помощников. Работники лунных спецслужб через прессу и другие средства массовой информации делают затасканными и неинтересными все самые важные понятия, такие как бессмертие, правильнее писать без смерти, очищение тела, чудо, воля. Лунатики и их комиссары мучают общественное мнение раскрыванием тайного, скрытого смысла знакомых слов, восстанавливают древнюю всесветную грамоту и культуру и творят тому подобные вещи. В духовном шуме и гамме трудно пробиться слабым росткам разумных мыслей и под этот шумок молодую зелень легко срезать лунным серпом. Я не удивлюсь, если все рассказанное в этой сказке вам покажется банальным и знакомым по кинематографическим и литературным историям. Только не торопитесь делать поспешных выводов, а просто постарайтесь понять, что вас подвергают информационным прививкам для ослабления вашего интереса и реакции на реальные происшествия и информацию подобную этой. Так судьба делает всегда. Превентивные действия спецслужб дают хорошие результаты, создают надежный заслон пытающимся обрести волю и вырваться из виртуальной тюрьмы. Но полностью исключить появление людей, ищущих истины, судьба не может. Для таких чудаков у нее есть целый арсенал инструментов и множество способов воспитания или уничтожения беспокойных и ищущих душ, сумевших обойти ловушки сознания, расставленные по всей реальности мира. и уничтожения Продолжение следует...